Строк действия Федерального фонда содействия о реформировании жилищно-коммунального хозяйства продлен до января 2016 года. А с этого года изменяются условия с регионами. Доля софинансирования из местных бюджетов увеличивается. В Чувашии, в частности, с 25 до 37%. Этот и другие вопросы, связанные с капремонтом и сносом ветхого и аварийного жилья, глава Чувашии обсудил с правительством республики на еженедельном совещании. Программа капитального ремонта переселения граждан из ветхого жилья с участием фонда содействия и реформирования ЖКХ в Чувашии реализуется уже 4 года. За это время в республику поступило более 4,5 миллиардов рублей из федерального бюджета. Из них на капитальный ремонт на квартирных домах было направлено порядка 2,7 миллиардов рублей. В том числе это средства фонда 1,8 миллиардов рублей, республиканского бюджета 0,3 миллиарда рублей и местных бюджетов 0,5 миллиардов рублей. За этот период капитально отремонтировано почти 1300 многоквартирных домов общей площадью более 3,3 миллионов квадратных метров, в котором проживает около 170 тысяч человек или 63 тысячи семей. На переселение граждан из аварийного жилищного фонда, те дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2010 года, было направлено порядка 1,9 миллиардов рублей. В том числе средства фонда 1,4 миллиарда рублей, с республиканского бюджета 0,4 миллиарда рублей и местных бюджетов 0,5 миллиарда рублей. За этот период построено для переселения граждан из аварийного жилья около 90 тысяч квадратных метров жилья, переселено более 5 тысяч человек или около 2 тысяч семей и ликвидировано около 70 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Помимо капремонта и переселения из ветхого жилья, а на эти цели пойдет 144 миллиарда рублей, с этого года фонд будет выделять финансовую поддержку и на модернизацию коммунальной инфраструктуры – 18 миллиардов рублей. Лимиты для субъектов пока не определены. Деньги будут распределяться при условии, что в регионе 75% многоквартирных домов оборудованы общедомовыми приборами учета, а тарифы на коммунальные услуги установлены на срок не менее трех лет. По требованию фонда в Чувашии составлен реестр ветхих аварийных домов, в который включено 822 здания. В них проживает около 4 тысяч семей. Для их переселения нужно около 6 миллиардов рублей. Все необходимые условия городом будут выполнены. Это касается и обеспечения счетчиками, постановки земельных кадастров, учетов и так далее. Если перейти к цифрам, то на капитальный ремонт в городе в 2013 году выделено 60 миллионов рублей. Распределение средств пока не произошло. Ждем программу, ждем цифры софинансирования с федерального бюджета. Заявки приняли, список составлен. После того, как будет подтверждено финансирование, будет определен объем домов и объем необходимых средств, выделенных на эти работы. Что касается аварийного жилья, то на сегодняшний день в городе 301 дом признан аварийным. Это около 8 тысяч человек, 2690 квартир. Сегодня перед всеми муниципалитетами стоит задача – искать средства на софинансирование программы. В данном случае в стороне вам стоять не удастся. Нужно свои резервы бюджетные мобилизовывать для реализации программы. Так как полностью закрыть вопрос за счет республиканского бюджета будет тоже очень сложно. О выполнении программы господдержки малого и среднего бизнеса в Чувашии отчитался глава Минэкономразвития. Всего в 2012 году на эти цели с привлечением федеральных средств было направлено свыше 400 миллионов рублей. На 2013 год сумма увеличена до 520 миллионов. Основные приоритеты – расширение рынка сбыта и выход на внешние рынки, развитие инновационных технологий, техническая модернизация. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.